Это итоговый выпуск деловых фактов. Все самое интересное за неделю прямо сейчас. Спонсор нашей программы строительная компания «Семья». 6 тысяч краснодарцев не смогут выехать за границу из-за долгов по налогам. Еще у 5 тысяч долги будут списывать принудительно. В этом есть существенный плюс и небольшой нюанс. Прежде чем собирать долги, налоговая служба подает в суд. Только после решения суда приступает к своим обязанностям. За время всех процедур сумма долгов вырастает в несколько раз. На сегодняшний день вынесено судебных решений порядка миллиарда 100 миллионов. Все эти решения переданы в службу судебных приставов, которые проводят взыскания в принудительном порядке с физических лиц. Арест имущества совершается, арестовываются банковские счета, кредитные карты, вот эти зарплатные. По словам специалистов, объем налоговых отчислений растет с каждым годом. Люди охотнее платят налог на имущество. Компании рассчитываются по налогу на прибыль. Продается все больше квартир и участков. Налогооблагаемая база в этом году в нашем регионе увеличилась на 25%, говорят эксперты. Налоги – это основа любого регионального бюджета. В том числе поступления в бюджет определяют экономическую политику региона. Министерство финансов показывает статистику налоговые и неналоговые поступления в консолидированный бюджет края. За 9 месяцев этого года бюджет получил уже 70% от запланированных доходов. На 1 октября – это почти 160 миллиардов рублей. Конкретнее о налогах. Основная масса поступлений в краевой бюджет – налог на доходы физлиц более 36 миллионов. Налог на прибыль организаций в региональную казну принесли 32 миллиона рублей. 20 миллионов – налог на имущество. И более полутора миллионов рублей принес транспортный налог. Для реализации проекта форума в Сочи понадобится 24 тысячи рабочих, посчитали в краевой администрации. Напомним, наш регион подписал 250 соглашений на общую сумму более 760 миллиардов рублей. Новые рабочие места принесут в бюджет и новые налоговые поступления. Давайте посчитаем. Если средняя зарплата в регионе около 25 тысяч рублей, эту сумму работник получает на руки, то есть из нее уже вычтен НДФЛ 13%, это 3730 рублей. Умножим эту сумму на 24 тысячи работников, получается, что в бюджет дополнительно поступит почти 90 миллионов рублей. В год же это более 1 миллиарда. Помимо этого, есть еще и страховые взносы в пенсионный медицинский фонд. Все это оплачивает компания. Если взять ту же зарплату в 25 тысяч рублей, то ежемесячно компания платит более 8,5 тысяч за каждого сотрудника. Итоговая сумма более 20 миллионов в месяц или 2,5 миллиарда в год. Согласитесь, совсем неплохо. Кроме инвестиций, наш регион получит еще и неплохие налоговые поступления. У жителей края появится шанс найти или сменить работу, попробовать себя в других отраслях. Ну и плюс ко всему, это ощутимый удар по безработице. Инвестиций в следующем году станет больше. Власти региона прогнозируют рост на 3,5%. Таким образом, он составит более 520 миллиардов рублей. Как мы видим, в этом году инвестиций стало на 18% меньше. Минфин край связывает это с приостановкой реализации ряда инфраструктурных мегапроектов федерального масштаба, прежде всего Олимпиадой. При этом, согласно прогнозам, уже к 2020 году объем инвестиций вырастет до 615 миллиардов рублей. Тем не менее, он все-таки не восполнит олимпийских капитальных вложений, доля которых в инвестиционном ресурсе края составляла около 40%. Рост показывает и агропромышленный комплекс. Эксперты прогнозируют, что он будет более 2% на общую сумму почти 400 миллиардов рублей. В следующем году специалисты тоже рассчитывают на рост, правда, в 1,5% до 425 миллиардов рублей. В эти минуты в Краснодаре проходит форум малого и среднего бизнеса. На нем участники обсуждают перспективы развития предпринимательства. У нас в гостях Вера Григорьевна Сиренко, предприниматель, учредитель бухгалтерской фирмы «Кубань Партнер» и член бизнес-клуба «Советчик». Здравствуйте, Вера Григорьевна. Ну, расскажите подробнее про форум, зачем он нужен и кто сегодня пришел к вам в гости туда. Знаете, форум получился очень интересный. Приехали гости не только Краснодарского края, приехали гости Ростов, Крымск, Крым, Луганск. Они были поделены на секционные площадки, на которых предпринимателям рассказывали о прогнозах 2017 года в части юридических изменений, в части налоговых изменений, о инструментах работы руководителя, то есть в части именно персонала, то есть мотивации, психотипы, в части смарт-продаж, продвижения в интернете. Потом участвовал гарантийный фонд, то есть, собственно, инструменты, да, еще и финансовые рассматривали, то есть, какими инструментами могут воспользоваться предприниматели. Даже те, у которых, собственно, недавно зарегистрированы, то есть, были представлены банки, которые готовы на небольшие суммы, но для стартапов предоставить такие возможности и под очень льготные проценты. Вот скажите, вы как предприниматель, государство сотрудничает с бизнесом вот сейчас? Может, появляются какие-то новые законы? Знаете, да, сейчас начинается как-то поворот, я считаю, в сторону бизнеса. То есть, сейчас проходят круглые столы, непосредственно, то есть, наш департамент поддержки малого бизнеса, вот под руководством Швец Василия, значит, проводит, где конкретно задают вопросы, что мешает вашему бизнесу развиваться. И, в принципе, вот были даже наши клиенты на таком круглом столе и говорят, что те проблемы, которые были озвучены, собственно, они начинают как-то помогать им оформлять документально и подсказывать, в какие органы, структуры обратиться. Также и финансовые тоже инструменты, то есть, тот же гарантийный фонд, тот же центр микрофинансирования предоставляют возможность для получения инвестиций. А вот что мешает бизнесу развиваться? Знаете, у каждого свое какое-то мнение на это. Почитав вот сейчас членов клуба, значит, отзывы, у кого-то финансовые моменты, у кого-то получаются именно законодательные. Кто-то вообще считает, что образ предпринимателя на телевидении, ну, весьма негативен, да, то есть, это такой какой-то барыга, который там не дает кому-то там спокойно жить, работать и еще. И вот эти вот моменты, как бы, ну, люди считают, что мешает бизнесу развиваться. Давайте вернемся к форуму. Ну, а вот расскажите, сделайте прогноз на следующий год, что ждет бизнес. Я вот, вы мне рассказывали, новое налоговое законодательство, да? Да, у нас произошли изменения, значит, по налогам. Но мы в любом случае ждем еще в декабре месяц, что-то могут еще нам добавить какие-то изменения. В любом случае, самые глобальные изменения, я считаю, произошли у нас с июля этого года. То есть, ну, видимо, чтобы не прям под Новый год были такие сюрпризы, а уже в июле месяце. То есть, это увеличение, колоссальное увеличение штрафов за несоблюдение кассовой дисциплины. А с Нового года у нас получается введение онлайн-касс обязательно, то есть, это вот такой новый виток, скажем так, развития. Ну, опять-таки, вмененщики могут пока до 2018 года спать спокойно, так они кассу не применяют. Меняются у нас формы деклараций, то есть, всем внимательно, очень за четвертый квартал уже меняются формы деклараций. То есть, уже будем отчитываться по-новому. Ну, и самое большое изменение, и это надо быть очень внимательным, значит, с 1 января прям у нас администратором пенсионных всех взносов платежей становится налоговая инспекция. То есть, с 1 января все платежи, даже те, которые у нас идут за зарплату декабрьскую, должны уже перечисляться в налоговую инспекцию. А вот поподробнее, пожалуйста, онлайн-кассы, это что такое? Онлайн-кассы, то есть, это кассовые аппараты, ну, с определенными там аппаратными функциями, которые подключены к интернету обязательно. Значит, они передают напрямую сразу в налоговую инспекцию данные, собственно, о чеках покупки, вплоть даже до наименования товара. Более того, есть такое требование, что, чтобы не хранить потом чеки, как бы гарантия, еще что-то, эти чеки клиент по желанию может, значит, написать адрес электронной почты, ему будет выслан этот чек на электронную почту автоматически. Интересно, какое полезное, мне кажется, нововведение. А вообще, вот давайте поговорим про инновации. Насколько они сильно внедрены в бизнес на сегодняшний день? И какие будут внедряться постепенно в ближайшем будущем? Ну, вы знаете, вот все-таки кто проходит какие-то семинары, мастер-классы, обучение, посещает такие форумы, в любом случае появляется новая информация и в том числе про инновации. То есть это интернет-технологии, облачные технологии, вебинары, то есть переход 1С в облако, переход многих-многих моментов, электронная сдача отчетности. То есть вот в этом плане, если мы еще 5 лет назад, это для нас было очень дико, то последние 2 года нас в этом плане мобилизовали государственные органы, в том числе, со своей электронной сдачей отчетности. И сейчас уже получается, без этого уже тяжело работать и, скорее всего, невозможно. Точно так же, как сейчас статистика, чтобы узнать, какую форму статистической отчетности надо сдавать, а для малого бизнеса со следующего года вводится новая форма, до апреля месяца надо будет отчитаться. Можно зайти на сайт, набрать свой ННН и, собственно, получить список той отчетности, которую нужно сдавать. Я вот знаю, еще проходили тестирования представителей бизнеса на психотипы работников и самовыководства. Расскажите про это. Это была очень интересная тема. Нам предложили всем поиграть и, в общем-то, на примере системы ОПАС себя, в первую очередь, проанализировать. Ну а дома можно будет или на работе, можно будет, в общем-то, и своих работников. То есть были вопросы заданы там. И в порядке приоритета выставляешь сам себе уровень. А вот давайте сразу перейдем к психотипам, кого нельзя ставить на управленческие должности, на продажные. Да, был очень интересный момент. То есть как бы рассматривалось в разрезе продаж. И в разрезе продаж, то есть четыре основных психотипа. То есть опекун, предприниматель, аналитик и заводила. Так вот, опекун, его ни в коем случае нельзя ставить на продажи, потому что это человек очень душевный, он хороший. Но, как говорится, знаете, нет такой профессии, хороший человек. Вот, и получается, то есть он будет прощать дебиторку, он будет оттягивать, он будет давать максимальные скидки. Поэтому он замечательный, чудесный человек, коллективе он очень нужен, но не на вот этом участке работы. То есть предприниматель, по психотипу предприниматель, то есть это уже более такой человек, да, это уже более такой человек, который все-таки идет к цели, заводила тоже. Аналитик все-таки как-то он больше с таблицами работает, чем с людьми. Понятно. Я напомню, у нас в гостях была Вера Сиренко, предприниматель. У меня же на этом все. Я прощаюсь с вами. До свидания.